Что Байден вроде бы как заблокировал кандидатуру министра обороны Британии Бана Уоллеса на должность генсека НАТО. Мы ждали, что в сентябре Столтенберг уйдет на покой и будет новый генсек. Но нет, не нашли кандидатуру, Столтенберг остался еще. И вроде бы как именно кандидатуру Уоллеса заблокировал Байден. И почему? Потому что Британия без согласия Вашингтона начала выдвигать идеи обучения украинских пилотов на F-16. И я подумаю, что это так классно и четко ложится в вашу теорию. Вы говорили, что Британия и Соединенные Штаты соревнуются. Британия как ястреб продвигает эту идею, что Украина должна быть активнее, нужно больше ей помощи предоставлять. И уже вынуждены как-то Вашингтон подтягиваться и остальная Европа. Что-то предлагает США, вырывается вперед и тут подтягивается Британия. Но тут с F-16 скользкие вопросы, означает ли, что кто-то блокировал и блокирует до сих пор поставки F-16? Ну, формально, политически было принято решение на последнем Ранштейне. Мы помним, оно согласовано решение всех участников передачи F-16. И то, что их еще нет в украинском небе, объясняет необходимостью подготовки пилотов. Кстати, тут определенная нестыковка возникает. Мы же с вами говорили о том, что пилоты обучаются. Была информация совершенно точная еще 4 месяца назад. Ну, во-первых, в той же Великобритании. Пример-министр Риша Сунок говорил об этом еще на февральской конференции по безопасности. Но известно было, что украинские пилоты тренируются и в Польше, и в Соединенных Штатах, и во Франции. Это вообще было неожиданностью. Помните, во время визита Зеленского в Париж Макрондук заявил, что пилоты Украины тренируются на «Миражах». Ну, кто, вот я ведь читаю здесь вашу заставку, кто блокует передачу F-16. А кто блокует передачу Джевелинов, даже Стингеров, потом Гаубиц, что там еще, Хаймерсов, Абрамсов, Патриотс, ну, всего. Мы с вами это обсуждаем в течение двух лет, в прямом эфире. Есть две группировки в Байденовской администрации. Это наши друзья Блинкин и Остин. И они очень четко формулируют свою позицию. Вот Остин, еще я помню, знаменитое высказывание, еще 24 мая, по-моему, прошлого года, когда был в Киеве, спросили, а в чем цель Соединенных Штатов в этой войне? Победа Украины, победа Украины, ослабление России. И то же самое, Гибель, но есть формулировка этого Селивана, вот он придумал такую лукавую формулировку, и все время он ее повторяет. Не поражение Украины, понимаете? Вот эти два человека, Селиван и Бернс, за два года войны, они ни разу не выдавили из себя двух простых слов. Победа Украины. В лучшем случае, они воспользовались такой туманной формировкой. Создание условий на поле боя для более выгодной переговорной позиции Украины. И сопротивление их на каждом этапе, на каждом этапе передачи нового пакета. Вот иногда приходится, иногда, довольно часто приходится слышать такой тезис. И в Украине он сейчас даже достаточно популярен. Американцы сознательно дают так немножечко оружие Украине, чтобы она не проиграла, да, по Селивану, но ни в коем случае не столько, сколько необходимо для победы. И в этом коварный план американцев. Они хотят там затягивать войну. Ну, этот тезис уже целиком используют и кремлевские пропагандисты. Американцы хотят, чтобы соловяне уничтожили друг друга. Они наживались все так. Ну и, к сожалению, вот ход событий у многих людей вызывает именно такую реакцию. Но дело в том, что, значит, американцы не хотят. Есть разные американцы. Есть американцы и поддерживающие их целиком всегда англичане, которые каждый раз вступают за предоставление оружия всего. Есть американцы, которые Бернс и Селиван всячески это блокируют. Вот наши друзья как бы каждый раз достигают преимущества. Мы получаем. Но цена-то это запоздание, это месяцы, это жизни тысячи украинских солдат. Мне кажется, сейчас, да. А чем они аргументируют, вот эти люди, Бернс и Селиван? Двумя в основном тезисами. Тезис первый, он достаточно полетен. Не будем провоцировать Путина, а черт его знает, он может ядерное оружие использовать. И вообще мы против эскалации, чтобы не допустить третьей мировой войны. Какой черт у третьей, она что, не идет, мировая война? Путин начал войну не против Украины. Он начал ее с ультиматума НАТО. Собирайте манатки и убирайтесь вон. В его плане было, за неделю он берет Киев, потом в ореоле этой победы встает на границе Балтии и Польши. Размахи и ядерные бомбы, где-то убирайтесь, повторяет вот это, убирайтесь вон. И вот Запад, который в том состоянии находился, он часто недостаточно готов для решительного сопротивления Путину. Тогда бы они поддались этому шантажу и вообще бы ушли из мировой истории Украины. Уже выиграла вот эту мировую войну, которую так боятся Селивана Бернс. Она была в начале, в первой неделе войны. Украина ее выиграла и Западу сейчас ничего не угрожает. Да, но Бангалас тоже нас... Да, да, не забудьте потом про Бена Волоса. Я буквально прибавлю маленький вопросик. Это могла быть такой местью все равно, то, что они заблокировали его кандидатуру уже точно. Он с этого года не может претендовать на должность Генсека. Она бы такой друг там очень бы не помешал, согласитесь. Ну, я бы, вы знаете, я бы не даромтизировал. Англичане – это наши друзья до гроба и главные друзья в жизни и в войне. Но Столтенберг, я вас уверяю, это наш друг Столтенберг. Он же все время повторяет формулировку. Он бы и пошел на большее, но он повторяет консенсусную формулировку. Украина будет принята в НАТО в первый день после победы. Ну, почему после победы? Потому что, если она будет принята сейчас, это бы означало по статье 5 обязательство всех этих западных государств посылать своих солдат и умирать за Украину. Они к этому не готовы. Вернее, не готовы некоторые, а даже 20 стран готовы принять Украину и сейчас. Ну, это трудно представить. Но Столтенберг делает все возможное. Во-первых, вот эта формула в первый день после победы. А во-вторых, до этого, то есть на этом саммите, Украина получает статус, аналогичный тому статусу, который американцы дали своим ближайшим союзникам, Израиль, Южная Корея, Тайвань, Япония. Main non-natal lie. Главный союзник. Это означает полное снабжение по стандартам НАТО всеми вооружениями. То есть мы не должны уже будем ждать с замиранием сердца каждого Рамштана, что он там дадут. Это достаточная позиция, Столтенберг ее отстаивает. Вот.